Здравствуйте! Вы на канале Семейное Дело и с Вами Буката Сергей. Продолжаем изготовление подарка. Как Вы помните, я делаю зеркало Псише. Сейчас моя задача подобрать подходящие ножки для изделия. Ножки я буду искать в нашем складе, который создан для интернет-магазина. В нем всегда есть небольшой запас кое-каких изделий. Эти ножки не брак и не отходы, но мы готовы идти на любые жертвы ради наших женщин. В верхней части каждой ножки просверлил отверстия диаметром 18 мм и вклеил шканты. Недавно купил вот такую прикольную баночку для нанесения клея. Для тех, кого интересует такой продукт, оставлю ссылочку в описании. С помощью прикольной баночки наношу клей и креплю ножку. Точно так же поступаю с остальными тремя. Ну вот такой у нас на данный момент промежуточный результат. Можно приступать к изготовлению верхней части. Чтобы просверлить отверстия, зажимаю стойку в верстаке. Использую перьевое сверло диаметром 10 мм. Отрезаю шпильку, навинчиваю две гайки, натираю парафином и завинчиваю в стойку. Длина шпильки такая, чтобы она могла пройти тонкое место стойки. Рама довольно тяжелая и лучше подстраховаться. Дополнительно к шкантам применяю шпильки для крепления ножек. Действия все те же. Сверлю отверстия, навинчиваю гайки на шпильку и заворачиваю эту шпильку в глубину ножки. Одновременно она проходит через толщину щита. На эту же шпильку будет навинчена проставочная деталь. Совмещаем между собой два овальных щита и можно навинчивать стойки. Поверхность стоек рифленая и это облегчает работу. Теперь сверлю отверстия в стойках для тех винтов, которые будут держать раму. Купил два больших глухаря диаметром около 10 мм. Перьевым сверлом диаметром 25 мм сделаю потаи для шляпок-глухарей. После монтажа эти отверстия будут закрываться деревянными пробками. В раме тоже размечаю нужные места и сверлю отверстия. Сначала тонким перьевым, а затем нужного диаметра обычным. Верхняя часть стоек у нас с острым углом и потому нужно их немножко подрезать. Это придаст им более завершенный вид. Учитывая, что все наши детали будут немножко состариваться, я даже не ставил торцовочную пилу. Закрепляю в дрели брашировочный диск и обрабатываю стойки. Честно говоря, занимаюсь этим чуть ли не впервые в жизни. На ясене получается вот такой результат. В принципе неплохо. Кромку щитов, там где видно сосну, тоже отбрашировал. На ней результат еще более выразительный. Разница между годовыми кольцами очень значительная. В дополнение общей картины мне показалось, что в верхней части стоек нужно добавить какой-то декор. Подобрал подходящие кронштейны и зафиксировал их на стойках. На маленьком токарном станке выточил две заглушки. Под ними будут спрятаны шляпки глухарей. Токарный станочек у меня еще времен Советского Союза. Без особых наворотов, но для моих задач его вполне достаточно. Заглушки будут в виде грибков, ножка по диаметру отверстия и шляпка скругленная. Диаметр постараюсь подогнать такой, чтобы они держались в отверстиях без клея. В случае нужды их можно будет снять и подтянуть глухари. Для изготовления использовал древесину ольхи. Столярные работы закончены, пришла очередь малярки. Для придания цвета буду использовать темно-коричневую полиуретановую краску. Готовлю смесь, в составе которой краска, отвердитель и растворитель. Для этого использую обычные торговые весы. Включаю вытяжку и наношу слой краски. Даю ей просохнуть около 20 минут. Затем с помощью старой наждачки сошлифовываю часть краски. Получается как бы эффект патинирования. Рама зеркала будет выглядеть так, будто ей уже много лет. Точно так же обрабатываю и остальные детали. А затем скрываю все это полиуретановым лаком. Он создаст защитную пленку сверху краски. И вот подарок готов. Осталось его сфотографировать, чтобы поделиться с вами результатом. Продолжение следует... Кому ролик понравился, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Спасибо всем за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok